Детская библиотека номер 9, округа Майская Горка, предлагает послушать сказку. Геннадий Циферов. Как стать большим. Как ты думаешь, чему так удивляют часы и даже головой качают? Ну, конечно. Мамы кошки нет дома, а котенок с голубым бантиком такую игру устроил, все раскидал и разбросал. Пришла мама кошка, вздохнула. Ах, грустно покачала головой и тихо сказала. Какой ты у меня маленький, совсем не умеешь играть один. Ну вот что, сиди смирно-смирно, а я за молоком схожу. Сиди смирно. А разве можно сидеть смирно, если ты обиделся на маму? Ну зачем она каждый день говорит, маленький? Он совсем не маленький. Тут котенок надулся и точно большой мячик выпрыгнул в окошко. На улице котенку вначале очень понравилось. Вот я какой, думал он, один хожу, точно большой, и играю. Но едва он так подумал, как тут же услышал. Фу! Какой маленький! Конечно, трудно пережить такое. Фу! Смахнув с ресниц лизинку, котенок решил. Зайцы просто ошиблись. Однако спустя минуту он услышал опять то же самое. Фу! Какой маленький! Это сказал ли не болтливые зайцы, у которых уши похожи на варежки? Нет, это сказал мудрый бобер. Грустно стало котенку. А в это время мимо ехал медвежонок. Оф! Какой прекрасный одуванчик с голубыми глазами! Да, кинул котенок. Может, я и прекрасный. Только я хочу быть большим. Большим? Задумался медвежонок. Если ты влезешь на большую сосну, к самому солнышку, сразу все станут маленькими. А это значит, ты станешь большим. Конечно! Меукнул котенок и полез на дерево. Но случилась странная вещь. Когда котенок сверху крикнул. Эй, медвежонок! Ну как? Я уже большой? Медвежонок ответил. Нет. Почему ты стал еще меньше? Не может быть! Не поверил котенок и хотел спросить солнышко. Но солнышко улыбнулось и спряталось. Пошел дождь. И котенок увидел. Из-под земли растут льды. В красных шляпках, на желтых ножках, они стоят, как солдаты на параде. А ветер и дождь поют в листьях. Точно торжественные трубы. Ах! Как красиво! И тогда, по днях ушек, котенок тоже вышел на этот парад перед дождем. Сейчас, думал он, сейчас я обязательно вырасту. А после дождя спросил елочку. Скажи, пожалуйста, я здорово вырос? Ты? Удивилась елочка и захихикала. Но как же ты мог стать больше, если шерта тебе от дождя свалялась? Ты теперь как маленький мокрый клубок. Больше в лесу нечего было делать. И печальный котенок пришел домой. Нет, теперь он не мечтал стать взрослым. Он теперь совсем отчаялся. Но с неба ему улыбнулось солнышко. Я знаю, ты хочешь стать большим, сказала она котенку. Так делай то, что я покажу. И доброе солнышко показало, куда надо поставить разбросанные игрушки. Все котенок расставил, все убрал. И даже пушистым хвостиком подмел пол. Лишь одному не поверил. Неужели теперь он стал большим? Пришла мама-кошка. И от удивления чуть не уронила бидон с молоком. Так в комнате чисто. Мама вздохнула. Ах! Но потом сказала. Да ты у меня совсем большой. Подумать только. Сам убрал игрушки. Вот и все. Теперь ты понял, как стать большим? Прежде всего, надо убрать свои игрушки. Вот, например, слоненок большой. Но если он не убирает свои игрушки, все равно про него говорят. Фу! Какой он маленький. Да-да. Если не веришь, спроси солнышко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова